Большая часть эвакуированных вернулись в свои дома. К пострадавшим от наводнения отправились оценщики подчитывать ущерб. Оценочная комиссия должна установить, сколько и кому средств выплатят из бюджета. Вода в доме Валентины Полубильниковой простояла два дня. Она живет на улице Огородной, одной из четырех подтопленных в Тимиртау. Учитывая, сколько воды хлынуло в дом, женщина ждала худшего. Но сегодня дочь пенсионерки признается, предложенный объем компенсации их вполне устраивает. Под полом стоит до сих пор вода. Нам повезло немножко больше, потому что там у людей было хуже. У нас на кухне в коридоре стояла вода в районе 70-80 сантиметров. Если та сумма, которую озвучила независимый эксперт, да, и господин Султанов, я думаю, что мы будем вполне довольны такой суммой, если там выплатят именно такую. Оценку ущербу дает независимый эксперт Ирина Грабарчук. По ее словам, учитывается все – от сгоревших электрических проводов до испортившихся обоев. Главное, чтобы у владельцев были документы на все пострадавшие от воды вещи. Только в этом случае компенсация за них будет выплачена. То же самое касается и ущерба, нанесенного самому дому. Для этого есть технический паспорт, в котором расписаны все конструктивные элементы дома. И там смотрим, если дом – бетон, потом доски, потом краги со сверху линолеум, то так и считается стоимость бетона работы материала, плюс стоимость досок работы, плюс материал, плюс стоимость линолеума. И все это складывается, как производится ремонт. Члены комиссии уже столкнулись с проблемами. Не все жители хотят пускать их в свои дома. Но это право каждого. По словам юристов, возмещение ущерба регулируется законом о гражданской защите, принятом год назад. В районах, где официально объявлена чрезвычайная ситуация, население имеет право потребовать возмещения у акиматов. Образец заявлений есть в приложении к самому закону. В Карагандинской области ЧАЭС объявлено в пяти районах. Страдавшие люди, у которых затоплено имущество, вправе в течение месяца обратиться в акимат. С заявлением установленного образца, с приложением копия удостоверения личности и список поврежденного имущества. В таком случае, согласно этих правил, акимат за свой счет нанимает оценщиков. Оценщики оценивают имущество и оценивают ущерб. То есть здесь тратиться гражданам нашим не придется. Но необходимо произвести действие именно в срок. В районах, где ЧАЭС официально не объявлена, ущерб придется взыскивать через суд с виновных. В законе о гражданской защите прописаны нормы минимального жизнеобеспечения, по которым в этом случае рассчитывается компенсация. Тут на крупные суммы рассчитывать не приходится, считают юристы.